Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы погрузимся в мир мудрости стоицизма, чтобы разобраться, как эта древняя мудрость может помочь современным мужчинам в отношениях с женщинами. Мы поговорим не только о том, как сохранять самообладание, но и о том, как стоические принципы могут укрепить доверие, уважение и понимание в отношениях. Эти принципы, хотя и были сформулированы много веков назад, удивительно актуальны в современном мире, полном стрессов и сложностей. Они предлагают практичный подход к решению повседневных проблем и построению здоровых отношений. Более того, стоицизм учит нас ценить настоящий момент и находить удовлетворение в простых вещах, что особенно важно в эпоху постоянной погони за успехом и материальными благами. Основатели стоицизма Зенон, Сенека, Эпиктет и Марк Аврелий оставили нам богатое наследие мудрости, которое актуально и сегодня. Итак, давайте рассмотрим девять вещей, которые мужчина не должен делать с женщинами, опираясь на принципы стоицизма. Первое и, пожалуй, самое важное правило – не теряйте свою индивидуальность в отношениях. Слишком часто мы видим, как мужчины полностью меняют свою жизнь, привычки, интересы, чтобы соответствовать ожиданиям партнерши. Это огромная ошибка. Сохранение своей индивидуальности не только важно для вашего личного роста, но и является ключом к здоровым и долгосрочным отношениям. Когда вы остаетесь верны себе, вы демонстрируете аутентичность и силу характера, которые многие женщины находят привлекательными. Более того, сохраняя свою уникальность, вы обогащаете отношения разнообразием мнений, опыта и перспектив. Это создает динамику, которая поддерживает интерес и взаимное уважение в паре. Помните, что настоящая любовь не требует от вас отказа от своего «я», а наоборот поощряет ваше личностное развитие. Марк Аврелий писал «Загляни внутрь себя». Там источник добра, который никогда не иссякнет, если ты не перестанешь рыть. Эти слова напоминают нам о важности самопознания и верности своим принципам. Подумайте, друзья, если вы откажетесь от всего, что делает вас уникальным, что останется – пустая оболочка, марионетка, которой управляют чужие желания. Это не то, что привлекло к вам женщину изначально, и точно не то, что сделает вас счастливым в долгосрочной перспективе. Вместо этого развивайте свои таланты, увлечения, навыки, пусть ваша жизнь будет наполнена смыслом, независимо от отношений. Это сделает вас более интересным, уверенным и привлекательным партнером. Второй пункт тесно связан с первым. Не позволяйте отношениям стать центром вашей вселенной. Это нездорова как для вас, так и для вашей партнерши. Когда отношения становятся единственным фокусом вашей жизни, вы рискуете потерять свою идентичность и самостоятельность. Это может привести к чрезмерной зависимости от партнера и неспособности справляться с жизненными вызовами самостоятельно. Более того, такая зацикленность на отношениях может создать ненужное давление на вашу партнершу, заставляя ее чувствовать ответственность за ваше счастье и благополучие. Помните, что здоровые отношения – это союз двух самодостаточных личностей, а не слияние в одно целое за счет потери индивидуальности каждого. Стремитесь к балансу, где отношения дополняют вашу жизнь, а не поглощают ее полностью. Синека мудро заметил – мы страдаем больше в воображении, чем в реальности. Как часто мы видим мужчин, которые тратят все свои мысли, время и энергию на женщину, забывая о своих целях, друзьях, карьере. Это путь к разочарованию и потере себя. Стоики учат нас важности баланса и умеренности во всем. Ваши отношения должны быть важной частью жизни, но не единственной. Сохраняйте свои интересы, развивайтесь профессионально, уделяйте время друзьям и хобби. Это не только сделает вас более интересным партнером, но и поможет сохранить здоровую перспективу в отношениях. Помните, здоровые отношения строятся на взаимном уважении и поддержке, а не на зависимости и одержимости. Третий пункт касается вашего психического благополучия. Никогда, слышите, никогда не жертвуйте своим ментальным здоровьем ради отношений. Ваше психическое здоровье – это фундамент не только для счастливых отношений, но и для полноценной жизни в целом. Когда вы пренебрегаете своим ментальным благополучием, вы рискуете не только своим личным счастьем, но и способностью быть хорошим партнером. Помните, что здоровые отношения требуют эмоциональной зрелости и стабильности обоих партнеров. Более того, поддержание собственного психического здоровья – это проявление самоуважения и ответственности за свою жизнь. Это также пример для вашего партнера, демонстрирующий важность самозаботы и личностного роста. Эпиктит учил нас. Человек расстраивается не из-за событий, а из-за своего взгляда на них. Это мощное напоминание о том, что наше счастье и душевное спокойствие находятся в наших руках. Слишком часто мы видим, как мужчины игнорируют тревожные звоночки, терпят токсичное поведение или подавляют свои эмоции, чтобы сохранить мир в отношениях. Это путь к депрессии, тревожности и потере себя. Вместо этого практикуйте самоосознанность. Следите за своими эмоциями, не подавляйте их, а учитесь понимать и управлять ими. Если отношения постоянно вызывают у вас стресс, тревогу или чувство неполноценности, это серьезный повод задуматься. Не бойтесь обращаться за помощью – к друзьям, психологу или даже к философским практикам. Стояки, например, практиковали вечернее размышление, ежедневный анализ своих мыслей и поступков. Попробуйте и вы. Четвертый пункт напоминает нам о важности социальных связей. Не отдаляйтесь от друзей и семьи ради отношений с женщиной. Сохранение крепких связей с близкими людьми не только обогащает вашу жизнь, но и создает здоровый баланс в романтических отношениях. Когда вы поддерживаете разнообразные социальные контакты, вы меньше рискуете впасть в эмоциональную зависимость от партнера. Это также помогает сохранить объективность в отношениях и иметь возможность получить совет или поддержку со стороны. Более того, разнообразие социальных связей способствует вашему личностному росту, предоставляя различные перспективы и опыт. Помните, что здоровые романтические отношения не требуют изоляции от других важных людей в вашей жизни. Цицерон хоть и не был стоиком, но его мысли часто перекликались с этой философией. Он говорил, «Дружба улучшает счастье и уменьшает невзгоды, удваивая нашу радость и деля наше горе». Как прекрасно сказано, ваши друзья и семья – это ваша опора, ваша система поддержки. Они были с вами до отношений и, скорее всего, останутся с вами, если отношения закончатся. Не отталкивайте их. Более того, сохранение широкого круга общения делает вас более интересным партнером. У вас есть свои истории, свой опыт, своя жизнь вне отношений. Это здорово. Стойки учили нас ценить общество добродетельных людей. Окружайте себя теми, кто вдохновляет вас, поддерживает и помогает расти. Это могут быть друзья, семья, коллеги или единомышленники в ваших увлечениях. Пятый пункт касается, пожалуй, самого ценного ресурса, который у нас есть – времени. Не тратьте все свое время на свою возлюбленную. Стойки учат нас, что важно сохранять баланс между отношениями и личными интересами. Синека предупреждал. «Не в наших руках продлить жизнь, но мы можем наполнить ее смыслом. Это мощное напоминание о том, что наше время ограничено, и мы должны использовать его мудро. Конечно, проводить время с любимым человеком – это прекрасно. Но если вы забрасываете свои проекты, перестаете развиваться или отказываетесь от своих целей ради того, чтобы каждую свободную минуту быть рядом с возлюбленной – это тревожный знак. В таких ситуациях, как бы не хотелось всегда быть рядом, важно сохранить чувство индивидуальности и независимости. Часто чрезмерная зависимость от времени, проведенного вместе, приводит к нездоровым отношениям, где один партнер начинает ощущать давление или потерю свободы. Вместо этого научитесь ценить свое время и время вашей возлюбленной. Развивайте совместные интересы, но не забывайте и про личные. Планируйте качественное время вместе, но также оставляйте время для личного роста, работы над своими целями, отдыха и восстановления. Это укрепит не только ваше самочувствие, но и ваши отношения, создавая основу для доверия и взаимного уважения. Помните, что каждый человек нуждается в пространстве для самореализации и отдыха. Время – это единственный ресурс, который мы не можем вернуть или купить больше. Используйте его мудро, находя баланс между личной свободой и отношениями, чтобы и вы, и ваша возлюбленная могли чувствовать себя счастливыми и удовлетворенными. Шестой пункт касается личных границ и приватности. Не раскрывайте все свои секреты и не делитесь всем своим прошлым, особенно болезненными моментами. Каждый из нас имеет право на свое личное пространство, которое никто не должен нарушать. Марк Аврелий советовал, нигде человек не находит более спокойного и более безмятежного убежища, чем в своей собственной душе. Это напоминание о важности внутреннего пространства, которое должно оставаться только вашим. Конечно, открытость и честность в отношениях важны. Но это не значит, что вы должны выворачивать душу наизнанку, рассказывая о каждом моменте своей жизни. Некоторые вещи могут остаться только вашими. В отношениях важно сохранять некую дистанцию, чтобы не потерять свое «я» и не раствориться полностью в другом человеке. Более того, сохранение некоторой тайны может быть полезным для отношений. Это поддерживает интерес, создает пространство для роста и открытий друг о друге. Когда каждый человек остается немного загадкой, это позволяет отношениям развиваться динамично, а не становиться однообразными. Стояки учили нас важности самодостаточности. Вы не должны зависеть от одобрения или понимания другого человека во всем. Сохраняйте свое внутреннее пространство, свои мысли и чувства, которые принадлежат только вам. Ваша способность оставаться спокойным и уравновешенным, независимо от внешних обстоятельств, поможет вам не только укрепить отношения, но и чувствовать внутреннюю уверенность и целостность. Помните, отношения, построенные на уважении личных границ всегда крепче и глубже. Седьмой пункт призывает вас оставаться верным своим ценностям и принципам. Не соглашайтесь на то, что противоречит вашим убеждениям, только чтобы сделать свою возлюбленную счастливой. Эпиктет учил. Свобода достигается не исполнением того, что хочется, а не желанием того, чего не следует. Это глубокое напоминание о важности внутренней целостности и гармонии с самим собой. Слишком часто мы видим, как мужчины начинают действовать вопреки своим принципам, чтобы угодить возлюбленной. Они соглашаются на вещи, которые им неприятны, или делают то, что считают неправильным, лишь бы избежать конфликта или заслужить одобрение. Это может дать временное облегчение, но в долгосрочной перспективе это путь к потере самоуважения и, в конечном итоге, к разрушению отношений. Когда вы поступаете против своих убеждений, это создает внутренний конфликт и ощущение, что вы предали себя. Это ослабляет вашу внутреннюю силу, и отношения становятся неискренними. Потому что женщина, которая действительно вас ценит, будет уважать ваши принципы и ценности, даже если они отличаются от ее собственных. Вместо этого будьте честны с собой и с вашей возлюбленной. Умейте говорить «нет», когда это необходимо, не испытывая при этом вины. Объясняйте свою позицию спокойно и уважительно. Это не только поможет вам сохранить чувство собственного достоинства, но и создаст в отношениях атмосферу доверия и взаимного уважения. Помните, настоящая любовь не требует отказа от себя, она только укрепляет вашу целостность. Восьмой пункт касается одной из самых распространенных ошибок в отношениях – страха одиночества. Не позволяйте этому страху влиять на ваши решения. Этот страх может быть настолько сильным, что заставляет людей принимать неверные решения, оставаясь в токсичных отношениях или бросаясь в новые, не успев восстановиться после предыдущих. Важно понимать, что одиночество – это не приговор, а возможность для личностного роста и самопознания. Преодоление страха одиночества – ключевой шаг к построению здоровых и полноценных отношений в будущем. Синека мудро заметил, мы часто сами ищем несчастья, но они придут сами, когда придет их время. Как часто мы видим мужчин, которые остаются в нездоровых отношениях, или торопятся начать новые только потому, что боятся остаться одни. Стойки учили нас ценить время наедине с собой. Это время для рефлексии, самопознания и роста. Не бойтесь его, а наоборот используйте с пользой. Одиночество может стать вашим союзником в развитии внутренней силы и уверенности. Используйте это время для того, чтобы лучше понять свои желания, цели и ценности. Более того, страх одиночества часто приводит к зависимости в отношениях. Вы начинаете цепляться за партнершу, игнорировать проблемы, терпеть неуважение и все это из страха остаться одному. Такое поведение не только вредит вам, но и разрушает саму основу отношений, лишая их искренности и равноправия. Вместо этого научитесь ценить себя и свое общество. Развивайте уверенность в себе, занимайтесь саморазвитием. Помните, лучше быть одному, чем с кем попало. Правильный человек придет в вашу жизнь, когда вы будете готовы, целостный, уверенный в себе и самодостаточный. Ваша способность быть счастливым в одиночестве сделает вас более привлекательным партнером и позволит строить более здоровые и гармоничные отношения в будущем. И, наконец, девятый пункт напоминает нам о важности признания своих успехов. Не забывайте праздновать свои достижения, даже если они кажутся незначительными. Этот навык самопризнания является ключевым для построения здоровой самооценки и внутренней мотивации. Когда вы учитесь замечать и ценить свои успехи, вы создаете позитивный цикл самоподдержки и роста. Это особенно важно в контексте отношений, где легко попасть в ловушку зависимости от внешнего одобрения. Марк Аврелий напоминал, ты имеешь власть над своим умом, а не над внешними событиями. Осознай это, и ты обретешь силу. Это прекрасное напоминание о том, что наше счастье и удовлетворение жизнью зависят от нас самих, а не от внешних обстоятельств или одобрения других. Признание собственных достижений – это практическое применение этой мудрости в повседневной жизни. Слишком часто мы видим, как мужчины становятся зависимыми от похвалы и одобрения своих партнерш. Они перестают замечать свои собственные успехи, если их не отмечает кто-то другой. Это опасный путь к потере самоуважения и уверенности в себе. Такая зависимость может привести к нездоровой динамике в отношениях, где один партнер постоянно ищет подтверждение своей ценности у другого. Вместо этого научитесь замечать и ценить свои достижения. Завершили проект на работе? Отлично. Начали новое хобби? Прекрасно. Преодолели страх и сделали что-то новое? Вы молодец. Каждый шаг вперед, каждое усилие заслуживает признания, потому что именно из таких моментов складывается наш личностный рост. Не ждите, пока кто-то другой заметит и оценит ваши успехи. Делайте это сами. Ведите дневник достижений, отмечайте свои победы, награждайте себя за прогресс. Это поможет вам сохранить позитивный настрой и мотивацию, независимо от того, есть ли рядом кто-то, кто может вас похвалить. Практика самопризнания также поможет вам лучше понимать свои сильные стороны и области для роста, что важно для постоянного саморазвития. Помните, ваша ценность не зависит от мнения других людей, даже если этот человек – ваша любимая женщина. Вы сами являетесь источником своей ценности и достоинства. Научившись признавать и праздновать свои успехи, вы создадите прочный фундамент для здоровых равноправных отношений, где оба партнера ценят себя и друг друга. Итак, мы рассмотрели 9 важных вещей, которые мужчины не должны делать в отношениях с женщинами, опираясь на мудрость стоицизма. Помните, что эти принципы – не просто набор правил, а путь к более глубокому пониманию себя и построению здоровых, гармоничных отношений. Стоицизм учит нас, что истинная сила заключается в самоконтроле, самопознании и постоянном самосовершенствовании. Применяя эти уроки в отношениях, вы не только станете лучшим партнером, но и обретете внутренний покой и уверенность в себе. Но помните, что знание – это лишь первый шаг. Настоящая мудрость приходит с практикой и опытом. Начните применять эти принципы в своей жизни уже сегодня, и вы увидите, как меняются ваши отношения и вы сами. Если вам понравилось это видео, и вы хотите глубже погрузиться в мир стоической мудрости, не забудьте подписаться на наш канал «Мудрость стоицизма». Здесь вы найдете еще больше полезных советов, философских размышлений и практических упражнений, которые помогут вам стать лучшей версией себя. Нажмите на кнопку «Подписаться» прямо сейчас и включите уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Мы публикуем контент регулярно, и каждое видео – это новая возможность для роста и самосовершенствования. Помните, как говорил Эпиктет? «Прогресс измеряется не тем, что вы скажете в дискуссии, а тем, как вы живете». Давайте вместе учиться жить мудро и достойно. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем видео на канале «Мудрость стоицизма». Продолжение следует...